А вы помните свой первый раз? Напишите в комментариях, каким он был. Нет, не тот, о котором вы подумали, а тот, когда Resident Evil впервые напугал вас. Да так, что можно перекусить лом пятой точкой. Когда вы бежите, коридор зачищен, играет амбиенс музыка. Казалось бы, все под контролем. И по праву наш ТОП-20 открывает руки зомби сквозь заколоченные окна в полицейском участке из оригинала Resident Evil 2. На девятнадцатом месте у нас самый интересный, на мой взгляд, момент. В страхе и ужасе которого у меня есть сомнения. Но в чем точно нет, так это в чувстве паники, тревоги и множестве сгоревших седалищных мышц. Тот же самый оригинал двойки. Начало. После взрыва бензовоза. Те, кто в свое время впервые знакомился с серией, офигевали от того, что их сразу бросили на растерзание к куче зомби. Они пытались разобраться, как стрелять. Их съедали снова и снова. И я лично знаю таких, которые вытаскивали диск и больше не прикасались к этой игре. В конечном итоге обменяв или продав его. На восемнадцатом месте все тот же полицейский участок Раккун-Сити из оригинала двойки, где Леонид встречает Ликера, висящего на потолке. Вы просто посмотрите на эту красивейшую кат-сцену. Слюни, когти и этот жуткий хрип Ликера. Семнадцатое место. Этот лизун никак не дает покоя игрокам. И без всякой скромности врывается через стекло соседней комнаты. На шестнадцатом месте у нас манекены из DLC Resident Evil 8 Shadows of Rose. Большое количество стримеров бежали при встрече с ними. Фишка в том, что когда ты отворачиваешься от них и пытаешься убежать, тебя настигают эти пиноккио на шарнирах. Для безболезненного прохождения нужно время от времени смотреть им в глаза. Пятнадцатое место у нас занимает обычный семейный ужин, похожий на техасскую резню бензопилой в Resident Evil 7, где Итона держат в заложниках и кормят сомнительной едой. Плотненько от почвы он пытается свалить. Этому мешает ужасающий отец семейства. Момент, когда он проходит прямо через стену, отправляется в зал славы игр ужасов всех времен. На четырнадцатом месте расположился опять оригинал двойки, операторская комната, где Леон ищет вентиль, чтобы потушить упавший на здании РПД вертолет. Когда вы подбираете этот вентиль и пытаетесь выйти через дальнюю дверь, на вас выходит влюбленная парочка, которым вы помешали заниматься семейными делами. На тринадцатом месте Resident Evil 1. После побега из леса от собак, внутри особняка чувствуешь себя в безопасности от них. После некоторого исследования, решения головоломок и открытия проходов, игроки входят в крыло особняка, которое вроде бы хорошо освещено. Несколько окон вдоль стены, сквозь которые сияет лунная ночь. Через несколько шагов стекла внезапно разбиваются, и клыки нежити врываются в коридор. Скример от прыжка, который является одним из самых эффективных в истории игр. Двенадцатое место. А помните нашего друга-офицера Марвина Брена? В ремейке он не так эпично обратился в зомби, чего нельзя сказать об оригинале. После того, как он прогоняет Леона, начинается суета в полицейском участке, и вы попадаете в западный офис, где на ваших глазах Марвин превращается под эпичную музыку. Цвет лица у него какой-то нездоровый. Одиннадцатое место. Итак, наш любимый ремейк тройки. После того, как Джилл восстанавливает питание на подстанции, и возвращается к своему возлюбленному Карлосу, на пути у нее возникает чудо чудесное, под названием Нейблс. Как же много в этом слове. Место под номером 10 у нас занимает Тихая, и приличная деревня в Resident Evil 8 Village. Этот участок выделяется не только в игре, но и во всей серии. А именно, когда игроки исследуют дом Беневьента, их встречает устрашающий пустой дом без врагов. Множество жутких кукол. Кинопроектор показывает жуткие кадры подземного колодца, а при исследовании его в кромешной тьме слышен звук расстроенного младенца. Далее, следует один из самых тревожно-страшных моментов в играх, когда гигантский деформированный младенец с массивным ртом преследует игроков по подвалу. Девятое место. Немезида из Третьего Резидента остается знаменитым врагом-тираном в серии игр. Но когда в 2019 году был выпущен потрясающий ремейк двойки, тиран по прозвищу Мистер Икс дал Немезиде серьезную конкуренцию. Поднимая разбившийся вертолет с пути, чтобы добраться до вас, игра становится по-настоящему захватывающей и превращается в беспощадную игру в прятки. Его гулки и шаги слышны по всему полицейскому участку, и ни одна комната не является безопасной, кроме комнат сохранения. Восьмое место занимает одна из культовых встреч в истории. Оригинал Тройки бесподобен, а неугомонный Немезидыч не устает преследовать Джилл. После возвращения из офиса Старс, вы спускаетесь к самому знаменитому сейвруму в серии Resident Evil. Который находится под лестницей. Машина-убийца в стиле Коммандос, кувырком через окно влетает в полицейский участок. Только не говорите, что не визжали от страха, когда впервые проходили эту игру. «Женись», — говорили они. «Она будет любить и заботиться о тебе. Хранить семейный очаг, но не твой очаг, сгоревший от ужаса и страха. И седьмое место занимает жена Итана Мия из Resident Evil 7. «Пока вы ищете ее, чтобы спасти, она беспардонно сама находит вас и начинает кромсать. Странно. Вроде бы нормально общались». Вот и сыграли свадьбу, получается. Ох уж этот смотритель из Resident Evil 1, у которого все чешется и вкусно. «Кто знает, тот поймет, о чем я». После прочтения его дневника, вдруг открывается шкаф. «И добрый вечер!» Решил не только себя почесать, но и Джилл. Признайтесь, вы бы тоже почесали. Ну а пятое место у нас занимает… Всякий раз, когда человек мечется на четвереньках, как насекомое, становится страшнее. Это касается Маргариты Бейкер, матери клана Бейкеров. Она, кажется, питает слабость к насекомым, так как может посылать их легионы за Итаном в Resident Evil 7. Когда игроки встречают ее в ветхой старой оранжереи, она перешла от прямохождения к карабканию по стенам и потолкам, как гуманоидный паук с длинными и вытянутыми конечностями. Ее голос, глубокий и демонический, насмехается над игроками, которые находятся в состоянии повышенной готовности к атакам с разных сторон. Четвертое место и снова единичка. Ремейк или ремастер – это вам решать. В оригинале такой херни не было, но разрабы решили поиздеваться. После убийства рядового зомби их, оказывается, нужно сжигать вашу мать. Иначе они перерождаются в таких вот замечательных ребят под названием Кримсон Хеды с ногтями, как у большинства современных девушек, вышедших из салона маникюра. Кстати, их нужно опасаться, а не ваншотят путем отсечения головы. Любите больницы? Я тоже нет, как и наш Королитос из ремейка тройки. В попытках найти вакцину для зараженной Джилл, вдруг начинаются кадры, как в фильме «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. Эх, слышу, как у олдов песок посыпался. Встречайте, хантеры. Мощные, умеющие уклоняться от пуль, да еще и с броней с забралом на морде, которая лопается после полученного урона. И еще один момент, они видимо тусовались с вышеупомянутыми Кримсонами, ибо тоже ваншотить умеют. Блин, пойду совок с веником возьму, песок за собой надо убрать. На втором месте наш популярный Стасян из оригинала тройки, как и самая популярная встреча с ним, около полицейского участка, когда он расправляется с Брэдом Виккерсом. Из раза в раз, проходя эту часть, именно в этот момент всегда остывала в жилах кровь. Сердце колотилось, как после марафона, и потели руки. Да, он не так страшен, если убежать от него в полицейский участок, но если ты вдруг решишь сразиться с ним, то после его убийства получишь волшебный чемоданчик с лутом. Сейчас начнутся лютые флэшбеки у большинства старичков, когда речь пойдет о самой первой встрече с зомби в особняке Спенсера в оригинале первого резидента 1996 года. Навернутся слезы об ушедших временах. Вытерев скупую мужскую слезу, вспомните, как после школы мы шли к другу, у которого была первая плойка, одна, чуть ли не на весь город. И этот момент… Дальше я промолчу. Резидент Эйвл. Резидент Эйвл. Кстати, к вам стучатся. Сходите, проверьте кто там. Хочу вас попросить написать в комментариях, какой топ по серии Резидент Эйвл вы бы хотели видеть. Кстати, мы тут с ребятами делаем дублированную с саунд эффектами озвучку книги по первой части Резидент Эйвл. Там вас ждет полное погружение в атмосферу происходящего. Ссылочки в описании. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал. Всех обнял-приподнял. До скорых встреч.